79 лет назад в 4 утра 22 июня началась самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества. Но память о событиях того времени по сей день не дает забыть то, что пришлось пережить советскому народу в том кровавом 1941 году. В стороне не остались и жители поселка Двигательстрой. Уже в первые дни войны военкомат подали заявление тысячи двигательстройцев, но не все попали на фронт, так как и в Тулу была острая необходимость рабочей силе. Более трех тысяч жителей поселка Двигательстрой отправились на фронт. К сожалению, не все вернулись в поле боя. Почтили память погибших первый заместитель главы Каспийска Арсен Шерифов, военный комиссар Марат Пашаев, представители краснознаменной Каспийской флотилии, волонтеры медицинского училища имени Азиза Алиева, северокавказского филиала Санкт-Петербургской академии милиции имени Щелкова, учреждения, организации, управления юнормейцы и многие другие. 22 июня 1941 года – черный день в истории нашей Родины. Начало самой жестокой, самой кровопролитной войны. Пока живет Россия, 22 июня всегда будет Днем памяти и скорби. Будут минуты молчания, зажженные свечи и цветы у памятника. Этот день напоминает нам о гибели миллионов наших сограждан, о разрушенных жизнях и разрушенных надеждах. Посетил памятное мероприятие и почетный гражданин Каспийска генерал-майор Герман Кириленко. 22 июня 1941 года в дом его семьи, как и в миллионы других, ворвалась война. В этот день Герман Васильевич с отцом пошли на море и в этот момент по радио сообщили о нападении фашистской Германии. В 12 часов по радио на всех громкоговорителях города зазвучал голос ведущего. Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Сейчас прозвучит сообщение Советского правительства. И это повторяли в течение 15 минут. С 12 до 12.15. В 12.15 появился голос Вячеслава Михайловича Молотова, который сообщил. Советское правительство и лично товарищ Сталин поручили мне сообщить вам следующее. Сегодня в 4 часа утра гитлеровская армия напала на нашу родину. Память о том страшном дне и тех, кто отдал свои жизни ради победы и нашего мирного неба над головой. Главный документовод военно-политического отдела КФЛ Марина Трунина исполнила песню на стихотворение великого дагестанского поэта Расула Гамзатова «Журавлей». Далее в 12.15 присутствующие присоединились к всероссийской акции «Минута молчания» и почтили память тех, кто не вернулся домой. После чего состоялось возложение цветов к вечному огню.